В одной из наших программ мы рассказывали про чудотворную икону Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина, которая находится в храме Вознесения Господня в Калужской области. И вот недавно к нам в редакцию пришло письмо от нашего зрителя Дмитрия Киреева, в котором он сообщает о невероятном исцелении по молитвам перед этим образом и даже готов приехать в Калугу из родного Челябинска, чтобы поблагодарить Пречистую за дарованное чудо. Давайте вместе посмотрим сюжет Екатерины Подгорной и узнаем, что же произошло. Слегка щурец Дмитрий Киреев смотрит на старинный, когда-то заброшенный храм в селе Вознесения Калужской области, вспоминая события, которые случились год назад. Они разделили его жизнь на до и после. Живу я в городе Челябинске. Я жил обычной человеческой жизнью. Я занимался спортом, работал, воспитывал детей, растил. То есть у меня детей трое. Жизнь шла своим чередом. Работа, дом, путешествия. Дмитрий почти никогда не жаловался на здоровье. Но однажды случился странный приступ. Я зашел в ванну и вдруг почувствовал, что у меня перекосило лицо. Даже немножко пена пошла изо рта. Сын ужаснулся-то, посмотрел на меня. Я думал, это какой-то микроинфаркт или микроинсульт. Жена настаивала, чтобы Дмитрий занялся своим здоровьем и прошел обследование. Но ему нужно было уехать в Питер в командировку. Пообещал супруге по приезду пойти к врачу. Я еще потом пошел на работу. И когда ехал с работы, был за рулем. И вот на перекрестке подъезжаю, у меня случился второй какой-то приступ. Мне еще больше перекосило это все лицо. Я прям начал себя по лицу бить руками, чтобы не потерять сознание. Дмитрий прошел обследование в Челябинске. Сначала думали, что это простуда лицевого нерва. Но после МРТ подтвердились самые страшные опасения. У мужчины обнаружили опухоль в голове. У вас огромная... Это опухоль. Катком как будто проехали по мне. Такое вот было чувство, что все боролось вообще. Я говорю, это приговор. Ни о чем, кроме диагноза, Дмитрий думать не мог. Здоровье стремительно ухудшалось. Провал в памяти, путанное сознание, проблемы с координацией. Ноги буквально не слушались. Мужчине порекомендовали обратиться в Новосибирский онкоцентр. Попасть туда сложно, но шансы есть. Вся семья молилась за Дмитрия. К сбору документов подключились коллеги. Квоту чудесным образом удалось получить. Но, как оказалось, на операцию была очередь. А у мужчин их каждый день на счету. Ему становилось все хуже и хуже. И говорили, что, ну нет, 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 что вы хотите же кого-то из очереди выбросить. Ну давайте, покажите, кого выбросить из очереди, мы его поставим. И мы говорим, нет, мы на такое не пойдем, чтобы чью-то жизнь подвергать опасности и мою, что ли, ставить. Особенно горячо за Дмитрия молилась супруга. Наконец очередь подошла. Назначили дату, что удивительно, она совпала с праздником покрова Пресвятой Богородицы. Перед операцией врачи сразу предупредили семью о возможных негативных последствиях. То есть там находятся рядом жизневажные органы в голове. И если их задеть, то все, я буду инвалидом, я останусь при комнате в постели и могу умереть. Во время операции соборная молитва о здравии звучала сразу в нескольких храмах Челябинска. К счастью, операция прошла успешно. Мужчина считает это первым чудом. У меня даже не болела голова после операции. Я когда очнулся, я сразу начал щупать, смотреть. Руки, ноги у меня шевелятся. У меня такая радость сразу же охватила. Вот первая радость после вот этих всех тяжких скорбных событий. Но семью ждал еще один удар. Дмитрию поставили страшный диагноз. Глеобластома четвертой стадии – рак головного мозга. Ксении сообщили, что супруг проживет не больше года. При условии, если будет лечиться. Для Дмитрия эти слова прозвучали как приговор. Ничего тебя не интересует. Тебя интересует то, что ты проживешь всего лишь год. И как же надо провести этот год? Как его прожить, зная, что ты умрешь? Дмитрий не спал, не ел, пропал интерес к жизни. Единственное, к чему он не охладел, так это к молитве. Мужчина начал паломничать по святым местам. Если честно, я молился, что, Господи, помоги жене моей выйти замуж благополучно. Помоги ей найти хорошего мужа, чтобы у нее все сложилось, чтобы он был хорошим отчимом, моим детям. Один священник сказал, что Дмитрию нужно совершить духовный подвиг – не отчаиваться и не сдаваться. С этим наставлением мужчина отправился в Дмитроград на первую химиотерапию. Приезжают там замечательные врачи, и она вот не первая дала надежду. Она говорит, ну какой год? Во-первых, говорит, об этом только знает Господь Бог, кому когда уходить. Когда Дмитрий проходил лечение, супруга прислала ему сюжет программы «Простые чудеса» про исцеление в храме Вознесения Христова в Калужской области по молитвам перед образом неопалимая купина. И в душе мужчины появилась надежда на чудо. Исцеляется мальчик от онкологии, от онкологии, у которого опухоль в спине, у которого вообще не было никаких надежд, которые там вообще говорили, что умрет. И он мне позвонил, он рыдал просто, рыдал, рыдание. Он говорит, я так хочу жить, мы так хотим приехать. Вот как вы скажете, ну чем быстрее, тем лучше, потому что у меня четвертая степень. Ближайшая служба планировалась 2 января. Дмитрий, не раздумывая, взял билеты и всей семьей в новогоднюю ночь выехали в Калужскую область, чтобы попросить помощи перед чудотворной иконой Богородицы Неопалимая Купина. Мы приехали сюда помолиться перед иконой Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина. Перекладывались вот здесь старинный крест, тоже, которому 200 лет, чудотворной хранительница иконы Галина Владиславовна. Нас очень тепло встретила с такой любовью, нам все показала, провела нас на второй этаж. Сначала был у нас общий молебен, потом они взяли икону и в алтаре на коленях стоя прочитали весь Акафист. Верхний предел храма посвящен Вознесению Господню. Именно здесь Дмитрий испытал особенные чувства, а главное, у него появилась вера в исцеление. Здесь вот горнее место, здесь был алтарь. И вот мы вставали вот так вот с женой, вот здесь по-другому немножко было. Вот. Мы стояли вот так вот и вот так молились. И было так хорошо и спокойно, так благодатно, что я не могу передать это, что это было в моей душе. Дмитрию, Ксении и детям эта поездка запомнилась на всю жизнь. Семья вернулась в родной Челябинск. Мужчина продолжил лечение и заметил, что ему становится лучше. И жена в какой-то момент сказала, ты стал теплой. Я, говорит, поняла, что жизнь тебя вернулась. Счувствовал себя хорошо. И у меня вот был какой-то очаг, какой-то участок в моей голове. Врачи делали МРТ и не могли понять, что это такое. И вроде склонялись, что это метастазы. Мужчина испытывал противоречивые эмоции. Он радовался улучшению самочувствия, но его не покидали мысли о том, что осталось жить всего год. Все это время Дмитрий и Галина, хранительницы иконы, были на связи. Я говорю, Дима, ты же икона с тобой, матушка. Она же молится за тебя, все будет хорошо. Дмитрий решил пройти более детальное обследование, где изучают каждый сосуд головного мозга. И услышать такой результат он точно не ожидал. Врачи сообщили, что опухоли больше нет. Мужчина полностью здоров. Да, вот он мне сказал. Мне такая радость, просто ух, вот так вот. Вся такая охватила. Я вышел из кабинета, вот так. Пошел вот так. Мне слезы радости брызнули из глаз. Я пошел тут в храм деревянной, в Ситовице, в Ситово-Богородице, в Селябинске, на территории областной больницы, упал на колени. Мне просто такая радость. Он мне звонит и кричит со слезами уже. Галина, вы представляете, у меня нет болезни, у меня нет болячки. У меня нет, представляете, у меня все чисто вообще. И не метастаз, и ничего. Я хочу приехать, отблагодарить. Я хочу, чтобы знали все. Так у Дмитрия появилась не просто вера, а уверенность в том, что Господь есть, и Он не оставит. После исцеления мужчина вновь приехал в Калужскую область поблагодарить за дарованное чудо. При встрече Галина рассказала, что в этом храме такие удивительные события происходили и до появления иконы. Что-то здесь в нем есть, что никто не знает. Конечно, это же не стены, не кирпичи исцеляют людей, а исцеляет Христос. Вот. По молитвам Богородицы, по молитвам святых. А потом с появлением иконы неполимой Купина чудотворной, они еще больше стали происходить, эти исцеления. То есть люди получают помощь. Этот храм надо, конечно, восстановить всем миром, потому что этот храм чудотворный. Болезни чудесные исцеления научили Дмитрия оценить каждую минуту, быть внимательным и близким, ведь в самые трудные моменты именно семья, дети и жена, которую он ласково называет Ксюшенька, стали главной опорой и поддержкой. Я понял, как надо любить жизнь, как ее надо ценить. Это вот не пустые слова. И для меня, слава тебе, Господи, я в это вкладываю такой смысл, что слава тебе, Господи, что Господь мне даровал жизнь, и я ее так ценю теперь, я ее так люблю жизнь и буду беречь. Екатерина Подгорная, Михаил Юферев, Анна Шугаева, телеканал «Спас».